девочки всем здравствуйте мы снова дороги мы снова на зыринг-шоппинг у меня теперь еще одно слово лаппинг это вы в комментах написали я долго смеялась но у нас так и получается и зыринг и лаппинг в одном девочки со мной красотулечки вот все на месте едем далеко дома сегодня час да даже чуть больше час 05 а дома едем мы с вами там уже были нам туда надо очень вернуться в томе хальфигель видите сумочка лежит на заднем сиденье мама нашла на своей футболке снятую петлю представляете мама ты кофту взяла тоже которую у которой не из страны или мы ее решили оставить короче она у меня как с новым дизайном получилось как не у всех не но она правда она наверно так и задумана мы сейчас другие кофты посмотрю уже постирала и уже на хоккей ходила в ней а лучше не смотреть понятно да короче на футболке снята петля а на резинке на кофте очень интересный дизайн мы ему сразу не заметили он вроде как залом но в то же время такой залом в месте и он такой как да сейчас посмотрим другие кофточки мне кажется это так задумано но короче у нас сомнений но мама так как он тоже постирала и носила кофту мы оставим а смотрится действительно как дизайн задумка но ну как-то все равно вызывает сомнение вот а футболку надо будет поменять потому что он спущенная петля прям реально и это прям в глаз бьет как мы не заметили сразу не знаю вот ну и дальше там уже по обстоятельствам самое главное нам сегодня заехать сдать все что нам не нужно а потом будем искать что же нам еще нужно так что едем и вы конечно же с нами что-то как-то шопинг наш что-то как-то наш шопинг очень будет наверно интересным все бутики в основном под открытым небом а тут начался такой ливень неожиданно просто будет кажется весело очень в общем ребят докладываю обстановку меня с собой не взяли короче сама вернее не пошла ливень просто жуткий там такие лужи посмотрите все просто плывет и соответственно если я наступлю в эту лужу то моим красивым тапчиком придет конец они просто расклеются я сказала что я не пойду в таки по таким лужам мы даже нашли место крытое видите это прям большая редкость здесь всегда заняты места но мы нашли одно место они сейчас дойдут почти до начала магазинов и под зонтом быстренько вдвоем пробегут за под зонтом все равно помещаются только двое один за мной хотел зонтом потом вернуться но я сказала блин нет положим по таким я не пойду либо только босиком ну правда блин мне жалко свои тапочки расклеются вот сейчас они сдадут футболку и дождь должен по прогнозу закончится через 20 минут если он заканчивается я иду к ним и мы дальше ходим если нет они идут ко мне и мы едем другое место вот такие дела потому что ну блин у нас ясно погода дождя нет ничего нет вообще ничего не предвещало в принципе пока мы ехали буквально за пять минут до того как нам доехать начался ливень и оказалось что здесь уже знатно поливает вот поэтому мы короче как-то сегодня без шоппинга без приятного шоппинга по крайней мере какие дела хотела рассказать думаю пока сижу в машине расскажу вам на какое обучение купила в общем пойду учиться на нутрициолога нутрициолог полностью анти-эйдж и оздоровление организма ну короче просто хочу узнаете понять вообще что как наш организм функционирует полностью понять что и как на него влияет и питание и все 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 в первую очередь для себя для своих детей для своей семьи а потом уже не знаю может быть даже работать пойду курс у меня международный диплом будет тоже международный длится он почти восемь месяцев вот и потом в принципе я могу еще в колледж пойти и доучиться как бы взять более серьезную эту тему вот но многим хватает этого курса для того чтобы работать я в первую очередь иду для того чтобы решить проблему с гипотериозом у всех моих то есть у меня мама гипотериоз у евы гипотериоз у меня гипотериоз и я не хочу чтобы начался у других девчонок с возрастом поэтому для меня это важная очень тема хочу ее понять какие дефициты приводят к нему и что вообще делать ну и плюс естественно с помощью нутрициологии диабет можно держать в узде и с помощью питания вообще абсолютно жить комфортно с ним вот даже ева когда свое питание для себя нашла она прям она говорит мне стало намного легче с моим диабетом у нее дозировки раза в три наверное уменьшились и вообще и вздутие постоянные прекратились вообще она себя очень хорошо стала чувствовать вот поэтому поэтому хочу все изучить плюс для меня важным еще нюансом было то что я смогу читать анализы здесь это дело такое анализы сдать сдал потом еще месяц ждешь блин чтоб тебя их расшифровали вот с этим курсом я смогу полностью прочитать свои и анализы своих домочадцев сама сделать это выводы уже и быстрее среагировать вот быстрее найти какого-то врача понять вообще что делать понятное дело врачом я от этого не стану я не собираюсь мне просто нужны какие-то более глубокие знания в определенных моментах вот и все то есть мы там будем изучать и кроветворяю кроветворную систему и сосудистую систему костный скелет будем изучать где что находится какие органы и какие органы за что отвечают какие дефициты на что влияют как восполнять дефициты какие правильно сочетать между собой допустим элементы как правильно пить одно с другим что противопоказано при каких-то там состояниях в общем все абсолютно я смогу прочитать анализы смогу сделать назначение смогу моделировать в общем дефициты восполнять человеку и иногда иногда этого достаточно даже чтобы снижать дозировку какого-то лекарства есть много таких болезней на которые очень влияют дефицит микроэлементов нутриентов вот иногда одним питанием можно что-то решить поэтому мне это тема очень интересная еще с момента как заболела у меня девушка я этим всегда интересовалась но не было времени у меня как вы понимаете заняться этим вплотную а сейчас я решила все-таки посвятить этому год своей жизни изучить эту тему вот и уже разобраться с этим раз и навсегда со своим здоровьем тоже вот такие вот дела такие вот у меня мысли это вот меня ждет ближайшие с октября наверное месяца я начну и около восьми месяцев если еще анти-эйдж программу возьму то около восьми месяцев это все мне выйдет вот так вот будем учиться ребят будем учиться учение свет как говорится блин уже столько времени прошло в моих нет ну что дождь закончился и они требуют моего присутствия а вот как мне плыть скажите сейчас выйду пойду попробую не так жалко зои чоботы очень жалко какое счастье ребята что мы во флориде и асфальт просыхает вообще на раз-два особенно вот все быстренько утекает я теперь иду и не боюсь ни за что вообще видите луж нету ну по крайней мере если есть ее можно перепрыгнуть хотя бы а когда шел ливень здесь просто был бурлящий поток воды вот все мамочка пересидела спокойненько без зонтика иду мои меня ждут то михаиль фигель что-то они там долго видимо либо еще что-то нашли либо у них какие-то проблемы с тем чтобы сдать но не должно быть проблемы единственная проблема у меня мама она всегда сразу же обрезать этикетки у нее прямо это не знаю фишечка такая прийти и все обрезать померить все сразу обрезать смотрите вот уже еще остались вот и короче она там тоже все срезала нафиг и с этим могут быть проблем но все бумажки с собой вот еще одна фишечка у нее она ничего не выкидывает пока не будет уверена но сейчас пойдем посмотрим что у них там за проблем вообще слушайте как будто дождя не было просто 20 минут и уже солнце и уже жарко и уже нет даже луж это просто потрясающе все меняется прям как мое настроение погода во флориде наверно тоже близнец вот-то михаиль фигель заходим товарищи так где они есть где они могут быть у меня может быть уже в раздевалке здесь так прохладно хорошо ну чё красотки сдали красивый сколько а за что а в смысле вы купили вам дешевле дали указали обмен ну классно все хорошо что поехали тоже классно ясенько этот красивый очень свитер представляешь хорошо что машине посидела даже луж нет все уже сухой асфальт они бы у меня расклеились вообще сразу же они тут эти соломой обвязаны хана бы им пришла как хорошо что я посидела все таки помонтировала ничего со мной не случилось ой какая курточка тоже прикольно господи я тут была сколько недели назад и мне все опять как новое я говорю мама я тут была недель назад и все как новое для меня опять память как у рыбки о какого качества рубашечки приноси огонь брюки тоже классные ребят вот эти вообще супер качество так вот школу ходить вообще огонь просто класс брюки ладно ходим шопимся здесь с вами были неделю назад уже покажу вам другой магазин какой-нибудь по-моему не одна я пришла сюда как в первый раз она нашла кучу всего нового пошла мерить кофту новую футболку им поменяли еще дали 2 доллара офф и короче она нашла теперь к своим штанам кофту и пошла мерить ее но говорит жалко что не нет карманов его зачем тебе карман если они из брюк ладно пойду померю вот ушла и короче мы здесь надолго я так чувствую вот это мне дали держать то что она уже выбрала хожу держу жду я пошла с ней примерочную а я тут гуляю по магазинам я вам открою секрет такие выгодные клиенты сдали одну кофту купили еще три и кресту еще вернули куда вы куда я подожду а что зонтик у вас тяжелый что ли положите в сумку бабушка ты в флориде какое небо какой дождь господи как там красиво после дождя воскресенье сегодня народу сюда пойдем банана репаблика заходим девочки сейчас я возьму вас ой позже и меня все намокло спасибо здесь я уже здесь о господи цвет классный коричневый здесь прям много коричневого разных оттенков шелковые брюки щелковая рубашка красота так цены девочки сейчас посмотрим 90 долларов брючки такие вот широкие красные и рубашечка такая пижама не это не пижамная на как пиджак сделано 90 вот 40 процентов офф тренчик такой ой кстати евка потолок у кого крутой все 240 баксов очень классно все суперски потрогай какой здесь такие же чернильные кофты как мы видели там только да вот здесь застежка еще юбки есть так юбка плесе сколько мы стоим 100 100 100 100 такая средней длины ниже колено ниже колено такая красивенькая довольно таки на стройняшек звонила лера и спрашивала меня про плов только что отвлекла нас от этого пальтишка она стоит 300 баксов но вы не представляете какое но классно она просто тончайшая вот очень тонкая но наверное это шерсть чистая потому что очень классного качества в огонь просто я не могу там до этикетки долезть меня мои уже зовут ждут вам еще своим посмотрим волда 42 процентов переработанная вол 52 полиэстер ну не чистая конечно шерсть на офигенные сушки много пальто у них очень много и все классные супер вот это вот сто восемьдесят стоит но только лет считаю вообще огонь так мои где мои уже вышли что ли елки-палки они уже на улице стоят представляете получается они меня ждут сейчас ничего себе выходим товарищ ну я пальто изучала да я думала чистая шерсть нет наполовину кто в туалет и в туалет я увидела что ты снимаешь и не стала продолжать а нет длила и все страшно это все физиологично что люди ходят туалет видите как красиво ребят я не знаю мы здесь точно не были мы в другую сторону ходили мам ты в лофт пойдешь мама ты как очки снимать у тебя так же такая же перестройка как у моего телефона сразу все цвета меняется когда солнце заходишь платочки какие красивые никогда не умела красиво платки носить пойдешь машину мы так далеко ушли теперь тебе возвращаться мы тут я ждем тоже кардиган классный я уже предвкушаю нашу холодную погоду ага думаю меня кроме джинсовки кажется ничего не осталось еще по выкидываю нет это же рубашка а этот цвет и вязка была такая он был здесь с оборочками красивые здесь есть хорошие вещи не не все о какой шопер связаны макраме макраме это что там ну померь сходи не знаю вот такая щечка есть смотри но это просто прямая корловина не очень красиво нет у нее горловина такая некрасивая некрасивая по платья дома ходить такие удобные наверное хлопковая такое слишком блюклое какой-то ну что ау оно красиво я еще потрогала такой трикотаж обалденный вообще но оно стоит 79 для платьицы не но ему ничего вообще не будет она просто вообще бомбическое ну отлично он вообще хорошо да она запомнил длина мне кажется прям твоя ну-ка дай посмотреть по спине маленький да прям твоя чуть ниже колено будет осторожно мама сзади человек идешь мерить ну подожди 30 центов of что-то такое непонятно нет это самое нормально это ужасно расцветка это другое совершенно платье это вообще отдельная модель мама на они они просто никак между собой не связаны так что тут еще фиолетового у вас есть мама вот еще божий что-то я тут разгромила это фиолетовая сиреневенькая да ну в целом здесь не очень качество у блузок вот ну но но попадается до попадает в модульке прям вот эти вот кофточки свискозы что ли просто выглядит уши вот эти тоже даже знаете колючие такие кофты креп не креп не знаю что эти за ткань мы прям такая колючая господи я когда-то все название тканей знала когда у меня швейный цех был эти вот брючки мне очень нравится я покинусь не ничего мерить не буду устроим у нас тест куда что мне на нос только из если только на нос это же платье необычное но состав у него не айс синтетика галимая просто вот галимая синтетика 79 бакс вот и девушка пришла его она без тебя платье не идет мерить она акриловая прям хрустит аж нет иди примерочном а вон в конце фитильном ты так не поймешь так не поймешь иди мерь иди мерь вот эта вот кофточка очень приятненькая по составу неплохо вот эти вот все хорошие кофточки 40 офф а стоят они 54 в целом короче мало чего тут такого у меня такие брюки есть прям очень похожи джогеры есть вот эта классная кофточка очень маме бы понравилось если бы не цвет карман есть карманов нет тоже тоже минус мимо мы его не взяли мама говорит сидит отвратительно а вот эти тучки набежали смотри-ка мама где твое солнышко все тучами опять затянуло вот идем дальше девочки зачем мы сюда зашли но это просто самоубийство какое-то посмотри его какая красота вообще это печенька как мишелька вязала только сшитая ой ой мешай фотосессии ладно я тут посмотрю для виден за такой тоже классный на диван ой господи что у меня еще падает сегодня смотрите какой четкий тык господи гоняет меня прям ой вот эти саше я обожаю слушай они тут всего по 3 доллара они везде стоят 4-5 долларов а на везде они по 3 упакованные а это поштучно тогда дорого запах вообще огонь помнишь это вот белье уложить везде у нас есть такие в пакеты упакованные по 5 баксов запах волчебный 24 доллара такие да венки все огонь просто это магазин киркланд девочки мальчики если кто не понял объясняю рассказываю магазин киркланд у все для дома вот тут вот эти вот просто я уже все перенюхала здесь пампкинс короче эти такая смесь осенний запах какая прелесть все деревянная такая тяжеленькая 34 доллара стоит такая карашка но у нее еще 50 процентов офф на осенние коллекции уже скидка 50 процентов тыковки милые тыквы почем тыквы 39 очень классно о боже это уже новый год смотрите крисмас коллекцию 29 долларов обалденные шары не знаю куда их вешать наверно снаружи такие огромные там шарик внутри гремит короче разные размеры разные цвета а вот есть просто травяные венки я тоже обожаю такие варианты она не искусственные они не настоящие листики пластик все пластик это эвкалиптовые листья запах а вакс это воск вам топят и он дает аромат ой вот этот надо взять это вообще огонь это у меня самый любимый запах зимой мы на елку палочки такие вешаем на елке такие палочки мульти юзас видишь ты можешь его в ванной в мусор ложить под пакет клозе драуз шкафы в машину под сиденья кладут и в просто в подарки чтобы когда подарок открыли он пах его ты должна это понюхать мы с тобой на елочку покупали такие палочки помнишь блин надо у нас потом взять в кирклант поехали блин почему они такие поштучно они когда в пакете упакованы мне кажется надежнее что они свой запах пока не теряют но они вообще долго пахнут если честно смотри есть такой прям рум спрей но вот этот запах не очень бы такой был бы рум спрей я бы такой бы взяла обалденный запах так а это что а это тоже классный блин тут столько их просто они все и офигенные это так себе у меня был вот она наша я наш запах который мы с тобой брали он такой мужской парфюм очень тоже свежести пахнет и вот этот классный уже все перенюхала а это лен это тоже в чистое белье кладешь после ой вот это вообще огонь просто супер запахи ой нанюхалась капец у меня теперь под носом непонятно что творится чем пахнет тут посуда для декора минажницы доски какой сервис у нас наш сева мечта есть собрать сервизы под все праздники но пока мы еще не определились с местами хранения с нашей работой у нас катастрофически заканчивается смотрите кольца на слафетки тыковки двух цветов надо брать если это двух цветов будет очень классно тарелочки такая тарелка одна штучка стоит 9 долларов считайте сами большая наверно дороже большая тоже 9 без разницы посмотрите какая прелесть ну по тарелке какие маты вообще супер просто 9 долларов стоит 1 9 99 гранаты на стол лимоны такая упаковка искусственных лимонов сейчас я вам скажу сколько она стоит 19 долларов тут все есть конечно что то все угодно только кошелек успеваю расстегивать тоже дощечка для закусочек точно аська дай поближе сниму особенно вот эта маленькая точно аська сто процентов хрень где наши такой колокол гляньте да не скоро еще через три месяца это не только торопятся но тогда птичка 12 какие солдатики олененок нет это она попали не должен с такими рогами какие шары обалдеть ребят 799 есть такие есть под камень тоже 7 долларов это папури или просто шарики вряд ли папури наверно шарики разные классные тоже 19 долларов кораллы настоящие живые в смысле не живые а настоящие 1499 просто обработаны о какая классная корзина осенний натюрморт сюда сложить книжки декоративные что-то у меня темно почему-то стало меняю даже вот освещенность в меняется в самом магазине у меня телефон не перестраивается доста а тут ракушки ну какая прелесть маяк все мои девочки насмотрелись выходим из этой красоты даже выходить не хочется запах да что куда дальше подержим а какая ёлочка просто а мороженое ну пойдемте искать мороженое бабушка мы же все уже перемене я закрою глаза и пройду мимо кто тебе поверит да 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 караул просто просто караул не знаю ева где мороженое по твоему по твоей карте я не знаю но не знаю примерно правильно примерно правильно отлично нас нюх ведет про кромшу там чё тапочки только продают Космолюка и кроссовки есть. Прикольно. У меня дилемма выбора. Девочки себе выбрали. Мама взяла вот такой рожок и два вида мороженого. А я хочу milkshake. Я обожаю молочный коктейль, хоть это очень вредно, но я ее уже сто лет не ела, не пила. Поэтому я возьму себе клубничный milkshake. А Ев, ты что будешь дать? Мамочки, такая красивая. Я не знала, что оно будет такое большое. Ничего страшного ешь. Давай, а то тать начнет. А ты что будешь? Тоже рожок? С ташкой и малиной. О, классно. А я стравбери этот milkshake. Во-первых, я точно уделаюсь, если я буду есть это мороженое. Мне надо только как ребенку вон в ту баночку и с ложкой. С рожком это однозначно. Я вся буду в этом мороженом. Это уже проверено. Это моя самая любимая. Смотрим, вам посыпка. Орео, орешки. Вот тоже печенье, потом шоколадная посыпка. Даже мишками можно посыпать, желейными. Нет, без сливок. Вот холодильничек, напитки. Это наше любимое мороженое. Хакингас. Даже лучше, чем Баскин Робинс. Намного вкуснее. Ну, для нас. Так что вот, девчонки, сегодня по-сладкому. Смотрите, какое красивое. А это мое. Все, идем дальше. Ну, идем дальше. Временно снимать не буду, потому что буду занята. Ребятушки, мы в конфетах. Здесь запах нереальный стоит. Свежих конфет. Ой, какие классные эти кексы. Ну, а, короче, магазин чисто с конфетами. Как в этом в Орландо, смотри, дочь. Насыпано все. Чего-то только нет. Смотрите, дрожжа сколько. Полденький. Дочь, смотри. Это эти пэтс, которые насыпано сколько. Вообще, это вот эти вот пэтс есть конфетки, которые в диспенсерах продаются. Вот их целые здесь. Тубы. Можно насыпать. А вот такой диспенсер у нас был. Помнишь, у Макара? Смещать пей. Его сломали. Сюда насыпаешь конфеты. И потом достают по чуть-чуть. Мы даже, помню, снимали на детский канал такой. Всякие разные. Эти все как бусы какие-то. Ну, бананы, гляньте. Смотри, дочь, бананы. Мам. Офигеть вообще. Бананчики. А вот эти вообще, смотри, как классные. Как эти. Таблетки. Таблетки, да, какие-то. Это джеллы эти. Джеллы Бэнни. А вот эти цветные такие. А смотри, тут морское все. Морские звезды. Клубника. Банана клубника. Нет, клубника, мама. А, да, да, да. Клубника достануешь. Клубника. Бананчик клубника. Джелли Бэли. Господи, сколько их видов тут вообще обалдеть. Да, не знаю. Это что, дочь? Это какая-то посыпка, да? Это кислые, наверное, вот эти вот. Они насыпают сюда, получается. 3,99 одна дуба стоит. Это вот сладкая клубника. Да, пест я тоже знаю, что он любит. Но, в принципе, пест не такие вредные, чем вот эти вот, даже желейные. Ой, сколько тут диспенсеров для них, обалдеть. Просто, вы видели когда-нибудь такой выбор? Чего только нет. Ага. Для Макара как раз. Не знаю, какой выбор. Я тоже не знаю. Такой милый, смотри. Ну да, это не до него. Ну да, ему что-то с этой серии надо меню. Вон есть Star Wars. Хэлло Кейти. Что такое нет-то, короче. Я тоже льва не вижу. Я думала, должен быть Слайм Кинг, но нет. Шабака только есть. Мишка есть голубой вот этот. Радужный, который розовый тоже есть. Господи. А есть краб, вот смотри. Вот собака какая смешная. Режее. Не знаю. Наверное. Вот такая еще есть. С этого же мультика. Мне кажется, вот эта. Мишель меня тоже захочет. Ну да, Мишель, не знаю. Мишель, не знаю. Смотри, какая смешная. Какая? А где Абзиана? А, да, прикольная. Ну, Гарри Поттера может и взять. А он тоже может захотеть, кстати, Гарри Поттера. Ты не думаешь? Можно и Гарри Поттера ему урон. А, Пикачу можно взять. Блин, какой выбор огромный. И кого? Не знаю, вот это тоже смотри. Со Стар Ворс. Давай мы возьмем Чубаку, а ей тогда собаку ждут. Давай. Так, мы не сможем возьмем? Да, мне кажется, не надо. Хватит по конфетам. Все, дочина карточка. Вот тут все только всего, и все, боже мой. А смотри, мам, торт желейный. А, не торт, букет. Сори. Это букет. Твоих любимых цветов. Да. Это как зубная паста. Гель конфетный. Это что-то кислое. Смотри, идут жвачки, как сигары. Баблгам написано. Баблгам написано. Да. Да, возьми. Ева уже боится. Ева ругается, что она много сладкого ему покупает. Нет, это да. Ага, желейная. Представляешь, сидишь и ее грызешь. Что грызешь. Смотри, какие медведи желейные. Нет, ну ты не желей, это что-то другое. Это, наверное, сок. Блин, ну он выглядит как желе. Ай, что это? Багами бирбок снала. Бабушка разыгралась тут. Разыгралась тут бабушка. О, коняшка какая, смотри. Единорог. Мне вот эта лама нравится, дочь смотри. С бачка. Зачем такие подробности? Да, Ева, смотри, мы снимать тогда. Представляете, нам надо было снять тогда эти конфеты на детском видео, на детском канале. И мы их делали сами. Прикинь, мам, мы покупали отдельно жуков сухих. Нет. И заливали форму их с Евой. Это было лет так шесть назад. Вот. Мы это делали, ребят, прикиньте. И мурашей заливали, да, да. Лерчик, ты помнишь, сейчас видео мое посмотришь, вспомнишь, как мы это делали. Это же вообще жесть. Тараканов всяких. Ага, классная соска. Вот эти вот прикольные. Как фонарик. Валя, смотри, они светятся. Ух ты, может, их взять или... Фонарики прям. Нет, это фонарика конфета, вот. Прикольная, наверное... Да, вот просто лазерная, наверное, указка. Но она только вот такая, недалеко. Смотри. Была бы она такая лазерная прям. Настоящая. Она какая-то не очень яркая. Ну, прикольно. Ой, вот эти бутылки тоже снимали. Господи, что мы на детском только не снимали. Это картина была, да? Да. Вообще просто жесть была. Ну, все, наверное, едем уже домой. Здесь уже мы, в принципе, все посмотрели. Больше ни в чем не нуждаемся. Дождика, слава богу, нет. А что, домой же? Нет, еще куда-то надо. Ладно. Иду за ними, ребят. Я из-за вас постоянно обманываю людей. Как только скажу домой, они еще куда-нибудь идут. Мы зашли посмотреть кристаллы Никки розовой кварц. Никка очень хочет себе такой вот кварц. Розовый. Какой красивый. Да, мы тоже, я тоже, я бы нифига не понимаю. Здесь так благовониями классно пахнет. Да что, пропусти. А, не свернули. Сори, я тебя подвинула зазря. Розовый кварц. Как он хоть выглядит, я даже не знаю. Ты думаешь, это он? Да, написано, да. А. Ну, это маленький такой. Ей надо, наверное, просто какой-нибудь камушек купить. Вот, смотри, Вуся. О, это что, череп? Спасибо. О, боже мой. Такой вот, мустое. Но это тоже, наверное, как подвеска, да? Ну да, это по феншуи что-то. О, вот этот красивый. А этот она будет носить, точно. Он, наверное, дорогой. Пятнадцать. Пятнадцать? Ну, все нормально. Слушай, такой, мне кажется, она будет носить, дочь. Такой она будет носить. Лишь бы это точно камень был? Ну, написано, расклад. Ну, да. Ну, вроде бы, да, он даже холодный. Такой у нас, точка. Ой, вот этот какой красивый, да? Кематит. Блин, мне так нравится он. Вот этот с большими. Этими бусиками. А, вот здесь? Он классно на руки смотрится. Один покупаешь, один пятьдесят процентов. Да? Ну как, какой лучше, тонкий или толстый? Папа, я не знаю, тебе такой камень, маленький. Я тоже не знаю. Я не знаю, дочь. По ауле. Они такие тяжелые, такие приятные. Вообще, обалдеть. Я тебе? Да, не знаю я. Папа, поводишь, поменьше? Вот я померю, а вот эти вот, смотри. Вот это красиво. Это этот, гарнет какой-то, это вообще красивый. Это, наверное, надо было плачать. А это что там не написано? Нет, это не похоже, да что-то другое вроде. Вот эти маленькие, вот эти большие, у них везде два размера, видишь? А какой ей? Да побольше, наверное. Ну это камушек, да. Он чувствует, как уж так они. Что, поменьше побольше? Мам, посмотри, ей покрупнее взять или помельче? Камень. Камушки, видишь, разные бусинки. Возь, одень на ручку. Мне кажется, покрупнее. Вот уж смотри, Ев. Ну-ка, Ева, это. Ну, ну вот эти вот. Крупнее? А я бы еще крупнее взяла, если бы были. Мне не нравится, что тут малиновая нитка. Ее так хорошо видно. Это айо хэтс. Что за стрелочки, короче, какие-то. С надписями камушек. Ой, сколько сердечек. Луча, вот смотри, розовый кварц есть какой. Какие красивые. Они тут разные. Нет. Вот есть вообще маленького. Ой, смотри, какой. Вообще малыш. Столько маленький. Ага. Смотри, мам. Ага. Тут монетки какие-то. Блин, в этом еще разбираться надо. А, вот больше. Это тоже розовый кварц. Скажите? Кошки, слоники. Кошки, слоники. Боже, Ева, посмотри. Слон. Вручную. Ага. А вот бегемот. А, нет, слон тоже. Такие мелкие вообще. Вот этот красивый. Как-то же это люди делают. Ага, пойдем. Ой, калибри, смотри, мам, какие красивые из камня. Очень красивые. Очень красивые. Смотри. Калибри, доча, посмотри. Очень красивые, да? Да. Это вот не стекло, это камень. Прикольный. 1995 долларов стоит вот эта вот вся скульптура. Класс. Класс, класс, класс. Ой, эти. Господи, как они называются, я уже забыла. У меня раньше такие целый набор был дома в Алмате. Мама, скажи мне, как вот эти называются маленькие статуэтки? Блин, башки вылетело. Ой, блин. Нецки, ага. Ой, господи. Мне нравится все такое маленькое. Смотри. Смотри, смотри, Евг, смотри. Под мой его футболку. Вот что, мы ходим? Девчонки. Никки перепал подарочек. Детям конфетки. Никусики браслетик. Она давно хотела себе что-нибудь из розового кварца. Хотя бы просто камушек положить. А Ева ей подарит браслетик. Да, да, сразу палочками этими пахнет, заходишь. Палочки эти. Ребятки, я надеюсь, вы уже узнаете наш пабликс. Мы уже дома. Сейчас идем снова за рыбой. Короче, Ева хочет, как я делаю, с томатами в соусе, со шпинатом и с помидорами. Я хочу сделать духовки на овощной подушке. И, короче, не знаю, что будем в итоге готовить. Хотели еще кукси или окрошку, но потом решили перенести это на завтра, потому что для ужина это довольно тяжело. Вообще, я по куксе соскучилась. Наверное, завтра буду делать. Ева, такой шумахер, у меня что-то аж уши заложило. Так быстро приехали. Что говоришь? Ну, вроде как рыбу. Черрики давай возьмем. Ну, селантра. Мы вчера брали компари, но лучше черри для этого соуса, мне кажется. Нет, мы с Никой в Балмарте покупали черри. Я не знаю, сколько там и все. А, ну тогда ладно. Сливки возьмем сейчас. Селантра по-любому нужна. Доча, лимон есть? У меня, Макар, не будет рыбу без соуса есть. Есть дома? А, ну тогда ладно. Тогда окей. Замотаем. Сейчас возьмем селантру. А, мне надо все равно пакет взять, что это я ступила. Вот такая сегодня она красивая прелесть. Ага, это кейл. Я не знаю, что это такое. Нет, не знаю, это, наверное, не кейл. Кейл рядом. Нет, тоже кейл. Шпинат, да? Нет, нет еще. Мам, можешь? Купи одна бесплатная. Отлично. Самые любимые мои вот эти ангел. Шпинат. А, шпинат в ту сторону, да. Шазы. Мозьмем. Два за шесть, но нам два, в принципе, не надо, да? Так, сливки, помидорки взяли. Здесь вроде бы все. Ага. Я не знаю, что будем. У нас есть соус. Есть соус соус. Hello. У нее солома нарезанного мало. Они бы сразу нам открывали. Да? Телек. Телек было совсем мало, но они открыли. Что? Что вы не селмонаете? Ну, можно селмон, в принципе, взять. Восемь? Блин, ну это дорого будет. Семь долларов один кусок. Это очень дорого. Там за паунд, а здесь ич. Понимаешь, можно взять вот эту за паунд 10. Мы ее просто порежем сами. Сколько? Две такие, тогда или три? Нет, куда? Три. Зачем? Одну, наверное, вон ту большую взять. Можно показать нам эту паунку, о чем мы героем Селмона? Эта паунка? Да. Вот один, наверное, хватит, но... Окей, мы need that one. Может, это еще? Нет. Нет, это все. Точно хватит. Да, мне кажется, да. Да, и вот еще не уже. Ну, Селмон, она же такая сытая, сытная. Ну, возьми еще маленькую. Под ней, которая лежит, вот. А что там шкурка, она миллиметр? Ага. Так, сливки. Так, не надо пищевать? Нет. Так, ты бери молоко, и я пойду за сметану. А то иду, их вслед снимаю постоянно. Buy one, get one, free. Ага. Это было в Баленсии, по-моему, где у вас на вашей веранде лежали вот эти тыквы и маленький Макар, прям как к апельсину. Рядом с этими тыквой фотография у него, помнишь? Да. Фотографию не помню, а помню тыквы. Я пойду, я тебе покажу эти фотографии. Да. Так, едем. Наверное, разбил кто-то соус какой-то, мне кажется, пахнет так вокруг. А я тут ноги себе возьму. Едем домой, ребят, готовить ужин. Остановились все на рыбе, короче. Взяли красную рыбку, вы видели. Сейчас сделаем ее в сливках и с помидорами. Как мне понравились царелки, если я попал все на ледовый фиг. Вообще огонь, да. Какие звуки, что-то не делала, где-то не отморешься. А люди, поговорят и забудут. А, это мы тварист? Мы должны. Мы опять молчать. Эти граждане моему сынуши сломали. Теперь мы девшонки поумились. Да если она не заявит на них, я ничего сделать не смогу. А может, они и правы? Ты все равно ничего сделать не можешь. Как заявление будет бессим. Это убыкки клевать на засну. Понимаю. Мария. Агрессон, Томас, тоже нормально держит? Там еловые, прям ветки так классные. Здесь есть говорят молодые экономики. И на традиционных калорий. Я тебе расскажу в следующем ребенке, но я не могу не что-то понять. Спасибо. Еще решено. Просили передать пасите ускорение думах. Что это? Хорошо. Я даже не представляю, как мне себя вести с ним, как мне в глаза от него смотреть. Прямо. Увезло свои люди. Ну, я же так волнуются. А вы правда думаете, что он меня пригласил куда-нибудь, а? Вы конечно пригласили. Я увидел, что я показала вам. А вы вчера такой сонпис не слышали. Я не знаю. Ну, значит скоро. Да. Так что, перед надо работать над этим. Потому что это, знаешь, как латурея. Так, это желательно лед masters. Готово. Это приход. Монка на свет, целом. Туста. Например. День сон. Сотрrike refin acre엔. День сон. Стрел speaks. Да, что я надеюсь с вами почерить. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok